Спустя год после трагедии, пожара в детском лагере «Виктория», унесшем жизни троих детей, так никто и не был наказан. В первую очередь, те, чья подпись стояла в документации о введении лагеря в эксплуатацию. Бездеятельность правоохранительных органов и местной власти вновь заставили одесситов выйти с акции протеста к стенам мэрии. Ровно год прошел с момента трагедии в детском лагере «Виктория», унесшем жизни троих детей. Участник детского танцевального коллектива «Аделии», покалечившим здоровье и жизнь еще нескольким десяткам человек. Прошел год, но до сих пор никто из тех, чья подпись стояла на документах с дачи и приемки самого лагеря, не понес какого-либо наказания. Единственный стрелочник, назначенный главными виновниками трагедии, директор лагеря Саркисян, должен быть явно не единственным и тем более далеко не основным фигурантом уголовных дел. Одесситы, активисты и родители пострадавших детей вышли к стенам мэрии, чтобы потребовать у Труханова наказание для ряда профильных чиновников, отвечавших за строительство и запуск лагеря. Среди них начальник департамента коммунального строительства Борис Панов и заместитель мэра Петр Рябаконь. Расследование провалено. Вот полная аналогия с расследованием проваленным по 2 мая. Вот то же самое. Нам предъявляют стрелочников, гордятся вот этими шестью уголовными делами. На самом деле вот все вот эти вот коррупционеры, которые ответственны за реконструкцию, за проектирование завод в эксплуатацию, они выведены из-под удара сознательно. За этот год мы видим, что никто из чиновников, которые отвечали за распил денег, по чьей вине дети были поселены в эти домики, по чьей вине эти домики вообще были построены с таким количеством нарушений, не наказаны. Мы видим, что внутренняя проверка горсоветов привела к тому, что они считают, что никто не виноват. Не было ни одной отставки. Нам обещали прозрачное, честное расследование. Нам обещали, что больше этого не повторится. Мы понимаем, что если мы оставим это все безнаказанным, дети продолжат умирать. Прошел год, наши дети горели. Наша дочь стала жива. Она получила травму. И до сих пор люди не наказаны, те, которые виновны в этом. Мы хотим, чтобы доказали у виновных. Во время акции к мэрии подошли представители детского центра «Промень», где занимается танцевальный коллектив «Адель» и родители, дети которых посещают центр. В руках они держали плакаты «Адель, дай спокойно работать». Манипулируете родителями? Где они? Приведите родители? Одна мама была здесь. У нас одна мама, она пришла с нами. А расскажите, пожалуйста, почему сегодня вы заточнили под зданием? Мы хотим поддержать этих родителей, родителей, которые потеряли своих деток. Это родители. И мы знаем, что такое потеря детей. А не поддержать людей, которые хотят искать виноватых и все такое. Пусть ведется следствие. Пусть решают, кто виноват, а кто прав. И не надо подоражить город. И снова манипуляции и подмены понятий. Одни пришли с требованием, чтобы были наказаны настоящие виновные, в том числе и самой мэрии, а не стрелочники. А вторые требовали перестать раскачивать город. Накануне многие из родителей получили вот такие СМС-сообщения. «Прошу поддержки. Завтра состоится акция протеста с требованием отстранить мэра. Повод годовщина трагедии Виктории. Протестующие будут пытаться расшатать ситуацию, не дожидаясь суда решить, кто будет нашим мэром. В планах сместить мэра и застроить коттеджный городок вместо детского лагеря. Большего бреда, наверное, и придумать нельзя. Во всем этом спектакле явно чувствовались руки мастеров-кукловодов из мэрии. Вместо того, чтобы городской голова вышел к людям или хотя бы принял их, используются простые люди, которые боятся, что из-за поднявшейся волны их закроют, разгонят и уволят. К слову, за несколько минут до начала акции, эта же группа женщин из променя беседовала с депутатом городского совета от Трухановской доверяй-делам Ирины Куценко. И на случайность это не было похоже. К тому же, эта же депутат пришла вместе с представителями променя к мэрии. Странно, почему-то люди к ней сходились с явными вопросами. И она так это руками направляла в сторону музея. И я, к сожалению, из окна автомобиля наблюдал, поэтому разговора не слышал. Но я понял, что именно она их собирает, этих людей. Сама депутат Куценко заявила, что ни в чем эдаком, незамешанно, просто шла мимо, но пройти не смогла. Потому что все участники, требующие отставки виновных чиновников, проплачены. Вон там родители. Где? Где родители? Одна мама есть. Мама, папа. Одна. Одна. Все равно же они. Где родители должны быть, если ребенок погиб? В церкви должны быть. А если ребенок остался жив, и все, слава Богу, надо идти в церковь и благодарить Бога, что он сохранил его жизнь. А я единственное могу сказать. Вот приговор суда. И люди сядут. А на ступеньках мэрии стоял папа, пострадавшей девочке, и с трудом сдерживая слез, рассказывал, как ему ночью сообщили, что его дочь едва не сгорела заживо, как она выпрыгивала со второго этажа горячего здания, сломала позвоночник, как несколько часов подряд наша родная медицина отказывалась принимать девочку в реанимацию. Не наказаны виновные. И те, которые съемки нашей правоохранительной ордены, они даже не могли составить реконструкцию всех этих действий. То, что делали мы самостоятельно, получается. И просто бездействуют, никого не наказывают. Вот поэтому мы хотим, чтобы были наказаны виновные. После того, как нашего ребенка 4 часа вложили на койку, в общем, обследования были, когда непонятно, кто за что отвечает, звонки всякие, кто будет платить за то, что... В общем, вопросы были разные. И в 4 утра только ее приняли в реанимацию. Мы использовали в обследовании анимацию. И мы туда только поехали в 4 часа утра. Ну, я с старшим сыном лично поехал туда, чтобы увидеть, что там произошло, как это происходило. Увидели, говорим, убить их родителей, которые пытались искать своих детей, которые не нашли. То есть это трое наших родителей, которые, эти, сгорели заживо. После сбора подписей под обращением к Труханову активисты и родители отправились в прокуратуру, к которой у них тоже масса требований. Наказать следователей проваливающих и затягивающих процесс, начать, наконец, уголовное производство против всех, кто причастен к строительству и введению в эксплуатацию корпусов Виктории, а также требование признать всех детей, находившихся на месте трагедии, пострадавшими. В прокуратуре им удалось пообщаться с заместителем прокурора области Юрием Кичуко. Почему? Когда из одного фактового дела было выделено несколько дел, в том числе по пожарникам и по Цвереньков, родители, это 37 человек, это не один-два, не были признаны потерпевшими. Почему? Когда я задала этот вопрос на заседании комиссии, мне ответили, что родители были должным образом уведомены, но ни один из родителей вам не сможет показать официальное какое-то уведомление, какую-то бумагу или хотя бы сказать, что мне звонили, ни один, ни одному человеку не сказали о том, что мы выделяем отдельное дело производства, если вы хотите быть потерпевшими по ним, явитесь и напишите заявление. Мы узнали об этом из СМИ. Теперь нам пришлось решать этот вопрос в судебном порядке, где нам сказали, что мы не можем быть потерпевшими, потому что сумма ущерба слишком маленькая. Вы действительно считаете, что дети, пережившие эту трагедию, не понесли достаточного ущерба и не достойны быть потерпевшими и таки добиваться справедливости. Я прошу, про каких проважениях? В этих проважениях, каких? По делу Сверенько, по делу и дела Бондаря, и Дельченко. По пожежникам? Да, родители детей, которые, слава Богу, по счастливой случайности, только благодаря воспитанникам и руководителю нашего коллектива выжили, эти дети не признаны потерпевшими. Как это вообще возможно? Я взвисую все пытания. Между тем, весь цинизм ситуации даже намного больше, чем можно было ожидать на самый искушенный взгляд. Президент страны накануне наградил двух ребят, Катю Ной и Максима Тихончука, за то, что они тогда, во время пожара, на своих обожженных руках выводили и выносили детей из пылающего ада. Наградил, назвав их героями и примером для будущих поколений. Знаете, весь трагизм даже не в том, что дети спасали детей, а в том, что взрослые дяди и тети, в том числе представляющие власть на всех уровнях, сделали все, чтобы эта трагедия произошла. И за это никто из них не ответил.